Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня я записываю для вас то видео, которое вы все у меня попросили под последним видео рассказать более подробно, как заполнять внесок на карту временного побыта особенно это будет касаться более тех, кто будет подаваться на воссоединение семьи либо же вообще на карту побыта и праце Практически заполнение для каждого из этих видов, оно одинаковое только будет отличаться комплектацией документов всего лишь минимальным А так это видео касается будет так же, как если вы подаетесь на карту временного побыта от работы, так и по воссоединению, так и для детей Поэтому, если это для вас видео будет интересно, то оставайтесь вместе со мной и мы продолжим с вами дальше Самое главное, с чего я начну сначала, это комплект документов которые вам нужно будет приготовить перед тем, как подать на карту временного побыта Когда вы мне пишете, задаете вопросы, как подавать и как регистрироваться в каком из городов, не касающих Гданска к сожалению, я вам не помогу, потому что я нахожусь в городе Гданский и все, что связано с Труймясто, я могу рассказать от А до Я и могу рассказать все лазейки, а также все заполнения а также полный комплект документов, которые требуются здесь Все зависит от вашего воеводства, а также от того города, в котором вы находитесь В принципе, информации очень много в интернете плюс-минус, она практически везде одинаковая Что касается комплектации документов, то она будет везде одинаковая Но, а что касается уже, как регистрироваться и как подавать документы на карту временного побыта то вам нужно будет индивидуально уже узнавать непосредственно о вашем воеводстве Поэтому перед тем, как вы собираетесь ехать в Польшу просмотрите сразу всю информацию по поводу карты временного побыта Потому что иногда на некоторых воеводств нужно еще сидя дома Я вам еще когда-то давно рассказывала в других своих видео что сидя еще дома, вы должны будете зарегистрироваться онлайн для подачи на карту временного побыта чтобы потом не было никаких проблем в дальнейшем, когда вы будете уже здесь на территории Польши Потому что многие приезжают сюда, многим фирмам почему-то говорят, что вы работаете сначала 90 дней и после этого можете подать на карту временного побыта Хотя те, кто со мной уже с самого начала, те, кто уже давно следит за мной, то вы прекрасно все знаете что приезжая на территорию Польши, вы имеете право подавать с самого первого дня вашего легального здесь не только пребывания, но и также вашей работы Поэтому все те, кто фирмы, говорят, что в течение 90 дней вам нужно подать на карту побыта точнее после 90 дней, то это неправда С первого дня вашей легализации здесь, на территории Польши, вы имеете право подавать на карту временного побыта Итак, по сути, теперь перейдем к самому главному, к пакету документов. Первое, что вам нужно будет сделать, это ксерокопию вашего паспорта. То есть, это первая страница, там где фотография, два раза вы делаете копию, и всех остальных страниц, даже пустых, вы делаете один раз. Это также будет касаться как и супругов, так и детей. Далее, это четыре фотографии, три с половиной на четыре с половиной. Если же в вашей стране делают фотографии, то три с половиной на четыре с половиной, то, конечно же, вы можете привезти со своей страны. Если же вы забываете, либо нет у вас возможности там это сделать, то вы можете сделать на территории Польши, тут тоже нет никаких с этим проблем. Далее, если вы подойдетесь на карту временного побыта от работы, тогда вам нужно также прикрепить копию умов на работу. То есть, это может быть как бы умова убрация, так и умова злицения, так и умова дела. Дальше, это копия ошвечения, либо же зазволения типа А, то есть, это разрешение на работу, по которому вы приехали сюда на территорию Польши. Дальше, это от работы вам нужно принести еще страховку, то есть, это ЗУС, либо же другие страховые компании, где вас застраховал работодатель. Далее, это умова на мешкание, копия. Если вы сделали себе пессель, тогда копия песселя вашего документа. Далее, это заложник номер один, который вы берете от работодателя. Что касается заложника номер один, он должен быть в оригинале и должен быть подписан только тем человеком, который зарегистрирован в КРС. На последней странице в заложнике номер один, это должно быть подпись читательная, то есть, фамилия, имя, плюс печать фирмы. Дальше, это договор на мешкание, как я вам и сказала. Если же вы замальдованы, то вы тоже можете принести копию. Но я вам когда-то очень давно рассказывала, если это не ваше жилье, тогда не нужно, чтобы на карте указывалось место прописки, потому что если вдруг вы переедете в течение трех лет, когда вам выдадут карту временного побыта, то если изменится адрес, то вам нужно будет переделать саму карту. Поэтому нет смысла тратить деньги по 50 злотых все время на вымянную карту, из-за того, что у вас поменялись какие-то данные. Лучше делать карту временного побыта без адреса замешкания. Ну и последнее, это вам нужно будет принести оплату за карту временного побыта. Сначала она платится 440 злотых, это тех, кто подается на карту временного побыта и праце. Если же вы подаетесь по воссоединению, а также прикрепляете детей к карте, то это 340 злотых за карту временного побыта. Что же касается после выдачи децизии, то есть положительной, то вы еще должны будете оплатить 50 злотых за сам пластик, за саму карточку. До момента децизии вы имеете право менять документы, менять работодателей, в зависимости от документов, а также от легализации на территории Польши. После момента децизии вам, к сожалению, если вы меняете работодателя, я вам уже не раз рассказывала, вы должны будете поменять все полностью документы. Теперь переходим, если вы подаетесь по воссоединению семьи, либо же дети. В принципе, пакет документов будет такой же. Это два внеска, как и в первом случае, там я, наверное, не сказала, но в первом случае вы тоже заполняете два внеска, которых можно будет скачать в интернете, либо же я здесь оставлю ссылочку на него на новый внесок, и вы сможете его скачать, распечатать и заполнить. В двух экземплярах на каждого члена семьи заполняется внесок, копия всего паспорта первой страницы два раза, там где фотография, всех остальных страниц, даже пустых, по одному разу. Дальше это фотографии четыре штуки, три с половиной на четыре с половиной. Если вы по воссоединению и прикрепляетесь, как бы показываете то, что ваш муж содержит, либо ваш отец содержит вас, тогда вам нужно будет прикрепить договор с работы вашего мужа, либо вашей жены, а также разрешение на работу тоже мужа, либо жены. То есть вы полностью готовите копии документов, помните, что оригиналы должны оставаться у вас, а копии вы отдаете в ужин, потому что часто бывает, это уже не раз я вам тоже говорила, что документы некоторые теряются, и нужно будет приносить постоянно какие-то копии, дополнения к вашей документации, к вашему комплекту документов. Дальше это тоже договор на мешкане, где будет прописан каждый член семьи, который проживает в этой квартире. Далее это оплата 340 злотых, это если ПЭСЛ у вас есть, если же ребёнок учится, вы можете также принести зашвечения с жвобка, либо в школу, либо за школу, что ребёнок ваш обучается, но это не обязательно. Если же вы прожили на территории Польши больше двух лет, так как я вам рассказывала, вы можете получить карту временного побыта с доступом к рынку труда, поэтому вам также нужно будет ещё перевести свидетельство о браке, даже если вы не по воссоединению семьи. И если вы прожили здесь на территории Польши больше двух лет, тогда вам нужно ваше свидетельство о браке зарегистрировать в УСЦ. Я вам когда-то тоже рассказывала, это ужин стану Цивильнегу, то есть вам там нужно будет сделать уможение вашего стана. То есть это означает то, что вам просто свидетельство о браке нужно зарегистрировать в польскую книгу. Помните, что подаются оригиналы только на это, и, конечно же, свидетельство о браке не должно быть заламинировано, потому что придётся вам стоять с феном, с утюгом и разламинировать этот документ. Ну а если это касается детей, тогда свидетельство о рождении. Если же свидетельство о рождении не на польском языке, тогда вам нужно переводить документы у тумачани-пшищенга, то есть присяжного переводчика. К сожалению, перевод всех документов, которые там свидетельство о рождении, свидетельство о браке делается только на территории Польши. Со своей стороны можно привести перевод, но все-таки вам нужно будет его потом еще заверить либо у нотариуса здесь польского, либо же в консульстве. Но это двойная оплата, которой я вообще не вижу никакого смысла, когда люди так делают. И знаю, что в последнее время уже делают намного меньше, и это уже радует. В принципе, приезжайте и делайте переводы здесь. Я также вам оставлю ссылку в инфобоксе, где можно искать присяжного переводчика в зависимости от вашего города, а также от вашего языка. Поэтому разворачивайте инфобокс, и там вся будет информация. Хоть и в законе говорится, что на карту временного побыта нужно подавать даже в последний день вашего легального пребывания, но на практике, я вас уверяю, лучше всего подать за 30 дней до окончания вашего легализации на территории Польши, а в лучшем случае подавать сразу, как только вы приезжаете. Потому что на данный момент сейчас очень большие очередя в ужинах. Не мне вам нужно рассказывать. Многие из вас это прекрасно знают, когда вы только собираетесь ехать. Я думаю, многие из вас мониторят интернет, читают в группах на Фейсбуке, и везде можно найти одну и ту же информацию, что очереди очень большие. Что же касается Гданска, то здесь, чтобы встать онлайн на регистрацию, нужно записываться за 2-3 месяца вперед. Поэтому думайте, продумывайте все свои шаги, все свои планы заранее, чтобы не было потом, что вы стоите всю ночь в очереди вживой и занимаете ее, и подаетесь на карту, при этом вы еще дольше ждете. Конечно же, можно отправлять документы и заказным письмом, можно через канцелярию. Но если касается канцелярии секретариата, то еще я с вами соглашусь. В принципе, это нормально. Но что касается заказных писем, я бы вам не советовала, потому что это еще не подтверждение того, что вы подали на карту временного побыта, так как письма сейчас приходят через месяц-полтора месяца, о том, что вам, например, нужно прийти, показать оригиналы, там, не знаю, подать отпечатки пальцев. Поэтому это нет смысла. Лучше либо же регистрироваться онлайн, либо же подавать через секретариат. Вот и все. То есть приезжайте, готовьте пакет документов и подавайте сразу, чтобы не было потом проблем. Ну, а теперь перейдем, наверное, к более важной части, как заполнить внесок. Он практически будет касаться каждого. Я постаралась вам объяснить. Надеюсь, тоже будет видно, потому что очень тяжело и заполнять, и снимать. Поэтому, если у вас останутся еще какие-то вопросы, тогда жду вас в комментариях. Ну, и заранее скажу вам спасибо, что были сегодня вместе со мной. С вами увидимся уже совсем скоро. В следующих видео всем пока-пока. Ну, что, давайте теперь будем заполнять. На данный момент я вам покажу, как заполняется внесок для отсудоземцев на зазволение на попут часовой. То есть это будет сейчас касаться внесок именно для тех, кто собирается работать. Также такой внесок заполняется для детей. И если вы, например, подаетесь по другим обстоятельствам, либо же по воссоединению семьи. Принцип практически будет один и тот же. По каждому пункту я буду вам стараться объяснять, что, где, кому, как объяснять. Ой, что, как, кому, где заполнять, точнее. Сначала вверху мы ничего не заполняем в этой части. Здесь все заполняет ужин. Фотографию мы также здесь не вклеиваем. Это тоже заполняет и клеит сюда ужин. Наше самое главное, это будет заполнять, начинаем до. То есть вы здесь заполняете орган, которым вы, точнее, будете подавать эту карту по бытам. То есть если, например, вы живете в поморском воеводстве, то пишу здесь до воеводства. Если же вы находитесь в каком-то другом воеводстве, тогда вы заполняете в зависимости от вашего воеводства. Дальше вы пишете вашу фамилию, как в паспорте написано. В пункте 2 вы записываете фамилию, которая была у вас до момента брака. Если же ничего не поменялось, то вы пишете то же самое. Дальше вы пишете имя. Тут все просто. Практически на всех языках мира есть. То есть польский, английский и русский язык есть. Поэтому, я не думаю, не составит вам труда заполнить это. Если же у вас есть несколько имен, то вы заполняетесь в пункте 5. Если же у вас только одно имя, ну тогда тоже пишите, повторяйте свое имя. Дальше имя отца вы пишете здесь латинскими буквами. После этого в 7 пункте вы заполняете имя мамы. Ну, например, давайте Татьяна. Дальше фамилия. В 8 пункте заполняется фамилия мамы. До брака. То есть девичья фамилия. Дальше. Дата рождения заполняете. Помните тот факт, что сначала пишется год, потом месяц, а потом только дата вашего рождения. В каждом внеске есть такое поучение. И оно есть в самом конце. И вам нужно его будет просто взять, пролистать здесь. Здесь очень много показывается, как вам нужно что заполнять, где что писать и так далее. Есть вот такое вот поучение в каждом внеске. И здесь очень просто, что если вы, например, мужчина, тогда в пункте 10 вы пишете букву М. Если же вы женского рода, то есть женщина, то буква К тогда. Дальше. Место рождения. Это может быть Украина, это Польша, Германия. То есть заполняете здесь. У меня это немцы, например. Точнее, я вам тут сейчас немножко намиксовала. Место рождения это город. То есть поспешила. То есть заполняете здесь город. Если у вас там, например, область какая-то, район, поселок, то вы просто здесь пишите, к какому городу это относится. Можете написать поселок, например, Сугуровка, либо еще что-то. То есть просто одно слово. Не нужно расписывать, что область такая-то, район такой-то. Просто одно именно слово, одно название. А дальше вы пишете уже страну. Дальше. Национальность вашу. То есть это либо украинка, либо украинец. Гражданство украинское. Дальше. Семейный стан. Тут тоже, если вы не знаете, как правильно писать в польском языке, тогда вот в этом поучении, как раз вот в этой инструкции в пункте четвертом описывается, как пишется на польском языке, например, пана, кавалер, менжатка, женатый, разведжённый и так далее. Вы просто в зависимости от вашего статуса, то есть незамужный, а ухолост замужем, либо женат, разведён, разведён, вдова, вдовец, здесь в этом пункте пятнадцатом заполняете. В пункте шестнадцатом вы пишете ваше образование, то есть, например, высшее, либо же шреднее, либо ещё какое-то. То есть здесь, если это ребёнок, то это школа, пшешкола, жлобок. То есть всё здесь указываете в пункте шестнадцатом. Дальше. Это ваш словесный такой портрет, то есть ваш рост вы пишете, цвет глаз. Если вы тоже не знаете, какой у вас цвет глаз, то очень всё просто. Это в поучениях тоже где-то было когда-то, а может быть уже и нету, кстати. Наверное, уже нету, хотя раньше, мне кажется, было. Ну, в общем, если у вас зелёный цвет, то это зелёный. Если коричневый, то бронзовый. Дальше. Специальные какие-то знаки. Это если у вас какие-то шрамы, татуажины, лица, либо же на тех частях тела, которых будет видно, например, если вы одеваете кофту, то есть если какие-то у вас есть особые приметы, тогда вам нужно написать. Если же у вас ничего нету, то вы тогда просто пишите здесь брак. Дальше вы заполняете свой номер пэссель. Я не буду его здесь писать, но вы пишете здесь свой номер пэссель. Дальше вы пишете номер телефона и ваш имейл. Старайтесь писать всё печатными буквами, чтобы потом не было проблем. Если вы заполняете, например, ребёнку, то, к сожалению, тут тоже нужно будет указывать его рост, даже если он только родился 52 см, 62 см. То есть это нужно будет указывать. Даже цвет глаз, пэссель, если есть, номер телефона одного из родителей, либо же каждого из родителей можно здесь заполнить. Переходим дальше. Здесь просится заполнить наш адрес замешкания, то есть где именно у вас будет документ, подтверждающий, что вы снимаете жильё. Поэтому здесь всё заполняете, то есть поморские воеводства. Ну, это я себя заполняю. А вы уже в зависимости от ваш, например, Данск, улица, номер дома, номер квартиры и почтовый индекс. Всё здесь очень-очень просто. Я думаю, что это не составит никакого, никаких проблем. Дальше. В пункте С вам нужно будет выбирать тот пункт, который именно к вам относится. Вам нужно будет прочитать. Тут есть на русском языке, поэтому я тоже не буду останавливаться практически на каждом здесь моменте, потому что считаю это бессмысленно. Но если вы, например, приехали по работе, то вы обозначаете здесь, что выконование братцы, просто крестиком обозначаете и всё. Если же, например, это дети, то это побыт с судожемцем, либо же воссоединение семьи. Это тоже так же, это побыт будет с судожемцем. Что же касается, например, если вы приехали на сезонную работу, то как раз уже сейчас есть такой пункт, например, что вы предвижаете побыт на территории Польши в связи с тем, что вы приехали на братцы с Сезоновым. То вы просто тогда в пункте 15 обозначаете тоже крестиком и всё. Больше другого не дано и даже выдумывать ничего не нужно, потому что ужин тоже будет сам по конкретному делу разбираться с вами. Дальше, в пункте С номер 2 вам нужно будет заполнить всех членов семьи, которые здесь проживают на территории Польши. То есть вы пишете здесь фамилия, имя, ребёнка, если это муж заполняет у себя, тогда он пишет, например, имя, фамилия жены и ребёнка, либо детей, если у вас несколько. Если же это жена, тогда муж и детей. Если это ребёнок, тогда родители. Дальше вы ставите пол, тоже такая-то кобета, то есть это женщина, а М это означает манчизна, то есть это для мужчин. Дальше вы пишете дату рождения и степень родства, то есть это может быть муж, это может быть жена, это может быть детско, или сын, альбацурка. Тоже здесь, ага, здесь может быть также ойчиц, если это ребёнок, ребёнку вы заполняете, либо же матка. Всё, то есть бабушки, дедушки, как я вам рассказывала, сёстры, братья, они, к сожалению, никак не котируются в карте, поэтому смысла здесь писать никакого нет. Дальше пишите гражданство, можно сокращённо, например, у Кэре. Дальше, место проживания, то это просто город, пишите, например, Гданск. Подал ли каждый из этих членов семьи на карту побыта? Если же, например, кто-то из ваших уже, там, жены, мужа, либо детей уже имеет эту карту, они не подают, тогда просто пишите нет. Если же каждый из членов вашей семьи подаёт на карту, тогда вы пишите так. Ну и последняя колонка вам нужно будет тоже обозначить, остаётся на содержание у иностранца, то есть тот человек, который подаёт на карту побыта, он является иностранцем. И значит, содержит ли этот иностранец каждого члена семьи? То есть, например, если же жена работает и муж работает, а муж заполняет этот бланк, то тогда просто напротив графу жены он ставит нет. То есть она сама себя содержит, то есть она не нуждается в финансовой помощи. Если же это касается детей, и вы их содержите, тогда вы просто пишите так. И всё. В принципе, больше никаких сложностей здесь нет. Что касается следующего пункта, третьего, это пребывание иностранца на территории Польши. Здесь нужно будет указать предыдущее ваше пребывание именно на территории Польши. В основном это касается последние пяти лет всегда. То есть вы, например, пишите, что виза у вас была, то есть с 1-го, 0-3-го, 2019-го по 0-4-е, 0-6-е, 2019-е, виза, например, D-05, которая была открыта, ну, допустим, с 29-го, 0-2-го, 19-го по 0-1-е, 0-7-е, 19-е. Это будет первый пункт. И, например, второй пункт, третий и так далее. То есть все отметки, которые у вас есть в паспорте, вы здесь заполняете. Дальше. Если вы пребываете уже на территории Польши, ну, вы, в принципе, по сути, должны пребывать на территории Польши, когда вы подаетесь на карту Попыта, тогда обозначаете здесь «Да» и также указываете последний въезд ваш на территорию Польши. Я знаю, что особенно у тех, которые есть с карты Попыта, очень тяжело вспомнить, когда у вас был последний въезд, потому что в паспорте печати у нас уже не ставят, когда мы имеем карту Попыта. Поэтому старайтесь приблизительно хотя бы поставить дату, чтобы, например, въехали в 2018 году, в мае 3-го числа. Вот. И все. Все равно Страж Граничная будет проверять каждую вашу дату, поэтому я считаю, никакого проблемы здесь нет. Следующим третьем пункте вам нужно будет обозначить на основании чего вы сюда въехали. То есть, первый – это безвиз. Если вы приехали по безвизам решения, тогда ставите здесь крестик. Если же у вас здесь виза, тогда здесь отмечаете. Если же у вас есть карта Попыта, тогда отмечаете зазволение на Попыта часовой и пребывание, выданное в других шенгенских зонах, тогда обозначаете здесь. Что касается деток, которые родились, то вы ставите пятый пункт и пишите здесь уродзонную в Польше. И все. Просто дописывайте, что он родился в ребенок в Польше. В пункте четвертом вам нужно за последние пять лет указать ваше пребывание поза Польши, то есть на территории Евросоюза. И здесь все тоже очень просто. Вы пишете государство, например, Холландия. Период пребывания, ну, допустим, вы там ездили с 27.05.17 года по 13.06.17, и это было, например, туризм. Туризм. А, например, Турция, то, например, она была с 1.09.18 года по 14.09.18 года тоже был туризм. Там, может быть, закупы. У меня, например, была Швеция. Я там писала даты, например, тоже там с 1.05.12 года по последние 5 лет, это сколько? 14.00, например, да, последняя дата должна быть по 30.03.15. И то была прация. Ну, то есть такого плана вы берете и заполняете всю информацию, что касается вашего паспорта, если есть отметки. Если же их нету, а вы где-то были, ну, тогда нет смысла их здесь обозначать. Дальше, информация о финансовом состоянии. Я в основном всегда всем говорю, что здесь лучше писать ваш договор либо же вашу ставку. Моя эти умова операция. Вот их берут. Либо же, если это ребенок, тогда вы пишете у тшимани у ойца. Если же на у тшимани у ойца, если же это жена, которая, например, подается по воссоединению либо же по другим обстоятельствам, тогда напишет на у тшимани у менжа. Надеюсь, вам видно хоть что-нибудь. Хотя бы приблизительно будете понимать, что и как. Так, надеюсь, вам видно. Если что, сможете поставить на паузу и прочитать. Надеюсь, я разборчиво пишу. По поводу страховки здесь пишите либо, например, это ПЗУ у вас. Если же вы трудоустроены на работе и официально работаете, то вам, наверное, сделали ЗУЗУА, либо же, например, ЛЮКСМЭТ. Ну, то есть, в зависимости от того, что у вас есть, вы здесь обозначаете и указываете. Здесь вам нужно обозначить, написать, были ли какие-то временные заключения под стражу, либо же, например, есть у вас уголовное дело заведено на территории Польши, либо же вы на территории Польши платите алименты. То есть, если у вас, в принципе, ничего-ничего не было, вы ни за что не были коральны, то тогда просто везде ставите НЕ, обозначаете крестиком и всё, и больше ничего. В самом верху здесь нужно написать будет НЕ, а во всех остальных случаях просто обозначить крестиком, что нет, нет, нет. Это касается и деток, и жен, мужьёв, то есть всех. Дальше. Страница седьмая вам нужно будет здесь, в самом верху, где образец подписи расписаться, не вылазя из рамочек. Да, то есть вам нужно будет так расписаться, чтобы не вылезти из этой рамки. Дальше. Самый главный момент вам также нужно обязательно расписаться здесь. Желательно писать всегда имя, фамилию и подпись. Если это вы заполняете ребёнку, тогда один из родителей здесь подписывается. Страница восьмая. Здесь вы указываете в самом верху именно дату, когда вы подаёте в ужин. То есть, например, это будет 2019 год, 07-01, то есть 1 июля вы подаёте на карту. Вы здесь должны обозначить эту дату. Потом дальше фамилия, имя и вашу, например, подпись. Если же это ребёнок, то тогда здесь нужно две подписи каждого родителя. То есть, например, отец и он здесь расписывается и потом пишите матка и она тоже внизу расписывается. То есть, надеюсь, вам видно. Тут папа вверху расписывается, а тут внизу мама расписывается. Что касается заложников, то вы здесь просто переписываете список документов, которые вам нужно подать. То есть, это, например, четырезденча, три с половиной на четыре с половиной, это копия пашпорту, там, не знаю, копия умовы на мешкание, копия ошведчания либо зазволения. То есть, переписываете полностью весь список документов, которые вы будете отдавать в ужин. И, как ни странно, или было бы это смешно сказано, на этом и все. В принципе, ничего сложного больше нету. Вы должны такой внесок заполнить в двух экземплярах на каждого члена семьи, даже на ребенка, который только-только появился на свет. К сожалению, такие правила в Польше, поэтому вы это все заполняете в двух экземплярах от руки, желательно, печатными буквами и добавляете к этому внеску еще целый пакет документов, которых я вам рассказывала ранее, ну и в принципе и все. Ну не вижу никаких здесь сложностей, если же все-таки они у вас остаются, тогда пишите мне либо же в комментариях, либо же на мою почту, вы знаете, где меня уже найти. Практически каждый раз я вам дублирую, где вам можно мне написать, то есть в Инстаграме, на Фейсбуке, либо же на электронную почту и я вам обязательно подскажу, как и что заполнять. Вот и все. Надеюсь, вам было интересно.